Сегодня об Инстаграм не знают, пожалуй, только младенцы и жители Антарктиды. Еще бы, ведь это приложение для быстрого редактирования и размещения фото сделало поистине головокружительный взлет популярности. Большая часть приложения была создана всего за неделю, и менее чем через два года компания Facebook приобрела за один миллиард долларов. Самим фактом появления Инстаграм мы обязаны простому американскому студенту из Стэнфорда, Кевину Систрому, который хотел создать что-то уникальное. Изначально он трудился над программой Барбен с функцией фотографирования. Вскоре он и его верный товарищ Майк Кригер поняли, что это не принесет им успеха, и отказались от идеи. После неудачных попыток Кевина однажды посетила идея. Нужен сервис, который бы мог преображать даже самые некачественные фото и делать их крайне привлекательными. Фильтры. Нужны были легкие в использовании фильтры, которые превращали бы любого пользователя мобильного устройства в фотографа. В тот же вечер Кевином Систромом был создан первый, но далеко еще не последний фильтр в истории Инстаграма. Упорно взявшись за работу, напарники создали первую версию Инстаграм. Ночью, 6 октября 2010 года, они выкладывают программу в App Store. И неожиданно для создателей пользователи активно заинтересовались программой. До самого утра будущие миллионеры трудились в поте лица, следя за тем, чтобы серверы не упали под наплывом массы неожиданных пользователей. Первые же дни приложения скачали 25 тысяч пользователей, что стало одним из самых высоких показателей в истории App Store. Популярность Инстаграма росла как снежный ком. Появились хэштеги, которые значительно упростили поиск фото конкретной тематики. А новые живые фильтры дали возможность пользователя почувствовать себя мастером ретуши и улучшить свои фото в разы. Наконец, в апреле 2012 года была запущена долгожданная версия для Android, которую всего лишь за сутки пользователи скачали более 1 миллиона раз. Согласитесь, внушительная цифра. И вот случается знаковое событие. В 2012 году Инстаграм был куплен Марком Цукербергом за 1 миллиард долларов. Споры по поводу этой сделки не утихают до сих пор. Несмотря на то, что основателям Инстаграм вырученных денег хватило бы на безбедную жизнь до самой старости, сейчас их главная задача сделать программу рентабельной. Сегодня в Инстаграме можно не только делать фото, но и снимать видео. Инстаграм не сдает позиций, постоянно наращивает обороты, возможности и обещает своим приверженцам еще массу полезных нововведений. У нашей программы тоже есть Инстаграм, где мы публикуем все новости и события «Утро СТВ-5». Заходите, подписывайтесь и будьте в курсе!